Узнать всю правду про воров в законе и авторитетов. Быть в курсе последних новостей мафиозных структур. Иметь представление о том, что происходило и происходит в криминальном мире. Все это на нашем канале Crime Time. Подписывайся и лайкай. Жертвами пичугинских бандитов стали генерал милиции и вор в законе Саша Белый. Однако цепочка убийств, протянувшаяся за главным криминальным авторитетом республики Коми, в какой-то момент привела к нему следователей. К февралю 2017 года сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по республике Коми, проверяя информацию о пропавшем без вести бандите, Рустаме Омонове сумели получить множество данных о деятельности организованного преступного сообщества Юрия Пичугина. Следователям никто не мешал, опасности с этой стороны пичугинские не ждали. Но сыщикам не хватало малого тела убитого Омонова. Место, где его убивали, было известно приблизительно, и для обнаружения останков все равно потребовались две недели. Все это время следователи, криминалисты, эксперты и оперативники МВД и ФСБ в режиме строжайшей тайны искали могилу Омонова. Силовики перекопали и просеяли более 7 квадратных километров грунта, им удалось найти больше 60 костных фрагментов, а также несколько пустых канистр со следами дистоплива и, самое главное, идентифицирующие признаки, однозначно указывавшие на Омонова. После этого было решено брать всех пичугинцев разом, каждый из них так или иначе был причастен к выявленным преступлениям ОПС. Спецоперацию провели рано утром 17 февраля 2017 года в Сыктывкаре, Москве, Архангельской и Ивановской областях. Одновременно задержали 16 человек, в том числе и Пичугу. Во время обысков были изъяты многие документы, которые однозначно свидетельствовали о многолетней преступной деятельности группировки. Суд санкционировал аресты всех задержанных. Пичугина было решено содержать в СИЗО Лефортово, там где он точно окажется без поддержки. По версии следствия, Юрий Пичугин создал преступную организацию, как только стал вором в законе в 1992 году, а к концу 1997 группировка Пичуги уже полностью структурно оформилась. По словам старшего помощника руководителя управления СКР по республике Коми Светланы Коровченко, ОПС Пичугина, это разветвленная и многоструктурная организация, сформированная как по национальному, так и по территориальному признаку. У группировки были смотрящие за колониями и положенцы в основных городах региона. Кроме того, в империю Пичугина входили люди, руководившие его легальными фирмами, в основном транспортными и торговыми, то есть самыми прибыльными в республике Коми. В отличие от многих других ОПС, Пичугинские достигли той стадии развития, когда их легальный бизнес и преступная деятельность практически не пересекались, не брезговала группировка и банальным рейкетом. Все до одного таксисты Коми и проститутки регулярно платили дань от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Поборы шли с начала 90-х и вплоть до задержания Пичуги. Все рассчитывались беспрекословно, каждый знал, что от этого зависит спокойствие. Это создавало иллюзию справедливости, и только избавившись от этого оброка, люди вдруг стали понимать, что их держали страхом, отмечает Светлана Коровченко. В ходе следствия были установлены десятки преступлений, совершенных Пичугинскими. Это бандитизм, участие в оргпреступном сообществе, грабежи, разбой и мошенничество. При этом Пичугин обвиняется еще и в даче взятки, по версии следствия это он делал в личных интересах. Среди других эпизодов особняком стоят 6 убийств, и одно покушение на убийство. Первой расправой считается убийство бизнесмена Игоря Николаева, его расстреляли, чтобы подтвердить авторитет еще одного славянского вора в законе вагона, Владимира Вагина. К слову, в 2018 году вагон покончил с собой в исправительной колонии 5 в Пермском крае, а его смерть породила множество слухов. 9 января 2005 года в 18.20 во дворе дома 20, дробь 18, на улице Кирова, ныне Горького, в Сыктывкаре активный участник ОПС Пичугина, бывший десантник и ветеран боевых действий, Сергей Насонов из пистолета Макарова, расстрелял машину Нива, в которой находился предприниматель Николаев. Раненый бизнесмен был доставлен в больницу, где скончался 2 февраля, у него были пробиты оба легких и позвоночник. Николаев, сам ранее судимый, был близок к Пичугинским и, по оперативным данным, торговал оружием, при этом легально владея лесопилкой. И регулярно платил в общак, но это не помешало его ликвидировать. Второй жертвой Пичугинских стал Олег Такмачев, смотрящий за городом Усинском. Его тело с четырьмя огнестрельными ранениями в спину и в голову нашли в подъезде дома 20 на парковой улице Усинска. Как следует из материалов дела, Олег Такмачев пользовался в городе авторитетом и реально помогал людям, попавшим в трудную ситуацию. В 2002 году его осудили за самоуправство, он отбывал свой срок в колонии под Ухтой, но никакой поддержки от Пичугина не получил, хотя очень на нее надеялся. Такмачеву пытались объяснить, что он находится в системе, что так просто оттуда не выйдешь, но он проигнорировал несколько вызовов Пичугина на сходке в Сыктывкарии. После этого в мае 2005 года, когда он заходил в свой дом, его застрелил киллер. В июне 2018 года следствие установит, что расстрел Такмача организовал активный участник Пичугинского ОПС Андрей Тервонин. Интересно, что он несколько дней наблюдал за перемещениями Такмачева из квартиры ранее судимого местного жителя, проживавшего в том же подъезде. Именно хозяина квартиры после убийства Такмача назначили новым смотрящим за Усинском, но он не оправдал доверия и вскоре умер от передозировки наркотиков. 19 августа 2005 года в Велигодском районе Архангельской области, в Квете дороги Шевелева, Нарчук было обнаружено тело неизвестного мужчины со следами побоев на лице и огнестрельным ранением в голову. Погибшего быстро опознали, сняв отпечатки пальцев, им оказался ранее судимый Максим Мишарин. Леонид Иванов после убийства Мишарина вышел из группировки и уехал в Челябинскую область, где занялся предпринимательской деятельностью и даже стал депутатом местного совета. Его задержали в 2018 году. На следствии он стал давать показания, что между ним и Мишариным завязалась потасовка и выстрел из переделанного пистолета произошел случайно. Но эксперты опровергли эту версию. 29 сентября 2005 года около 21.50 во дворе дома 191 по улице Карла Маркса в Сыктывкаре из автомата был убит директор частного охранного предприятия Аргус-конфидент Евгений Богданович, он стал четвертой жертвой группировки Юрия Пичугина. По данным СКР, в начале января 1998 года возле ночного клуба «Даймонд» в Сыктывкаре у Богдановича произошел конфликт с Пичугиным, закончившийся дракой. Богданович написал заявление в милицию, а Пичугин был арестован по этому делу и получил срок. Но достать потерпевшего долго не удавалось, Богданович создал мощную охранную структуру и все время передвигался в сопровождении телохранителей. Вечером 29 сентября Богдановича тоже сопровождал телохранитель, но он при первых выстрелах пригнулся и побежал в сторону, даже не запомнив приметы стрелка. Раскрыть убийство Богдановича удалось после задержания дагестанской бригады, входившей в ОПС Пичугина. А после задержания Пичуги свидетели уверенно опознали стрелка Максима Абубакарова. Киллер, убегая с места преступления, выбросил непригодившийся ему пистолет ТТ и в 2018 году убийца был изобличен. Следующим убийством, совершенным Пичугинцами, стала расправа над спецназовцем Рустамом Амоновым в 2010 году. Именно с нее началась ликвидация ОПС вора в законе. Географический Котлас находится близко к Сыктывкару, оба они связаны экономическими отношениями и потому еще в 90-е годы город попал под опеку Пичугина, а в 2011-м в родной Котлас после отбытия срока вернулся Александр Замятин. Он примерно с 1995 года был смотрящим за Котласом от Пичугиным, но в 1997-м его арестовали и приговорили к 12-му годам. В местах лишения свободы у Замятина возник конфликт с осужденным по кличке Фара, близким приятелем Хадиса Азизова, Ламона, одного из бригадиров Юрия Пичугина. Из-за этого Замятин потерял безграничное доверие босса. После освобождения Замятин надеялся вновь стать смотрящим, но Пичугина вполне устроил новый Игорь Пормонов Кот. И тогда Замятин решил создать свою группировку из спортсменов и начал перетягивать под свою крышу часть коммерсантов. Замятинские стали набирать вес, что сказывалось на авторитете Пичугиной о числениях воровскую кассу. А в начале августа 2012 года возле клуба Невский в городе Котлас произошла перестрелка. Победу в ней одержали молодые спортсмены Замятина, а Игорь Сироткин, правая рука нового смотрящего, был сильно избит. Тогда Кот пожаловался Пичугину, и тот поручил Ламона решить вопрос. Однако под суд пошел лишь один из участников подготовки убийства, некий Дмитрий Грибов, на него указал выживший Ковалев, которого задержали через несколько дней. Группировка Замятина после убийства босса распалась, а большинство ее участников вернулось под крыло кота. Лишь в 2018 году следователи установили настоящих киллеров. Про остальные убийства, совершенные бандой Пичугина, говорить пока рано, следствие по ним продолжается. Впереди еще не один суд. На следствии почти все лидеры ОПС Юрия Пичугины вели себя спокойно. Как отмечает Светлана Каравченко, сам вор в законе очень властный и волевой человек, эмоциональный, но умеющий держать себя в руках. Остальные, под стать ему, люди в возрасте и авторитете, каждый из которых знает себе цену. На следствии все лидеры Пичугинских отказались давать показания, мол, сами доказывайте. Единственным исключением стал Пичугин, правда протоколы его допросов больше напоминают дипломную работу студента юридического факультета. Между тем следователи по делу вора в законе в один голос утверждают, самые яркие и отрицательные впечатления от расследования дела Пичуги оставило предательство. В процессе кропотливой работы были выявлены и задержаны двое полицейских, которые передавали Пичугину и членам его банды оперативную информацию. Один из них, придя на логовскую квартиру Пичугину, просто дал команду не изымать ни телефоны, ни планшеты и в результате чуть было не разрушил систему доказательств. Второй сразу после оперативных совещаний шел в СИЗО и рассказывал подследственным все планы мероприятий. Контрастом выглядит на этом фоне совместная ударная и высокопрофессиональная работа всех оперативных служб ФСБ, МВД и СИН. За сравнительно короткий срок были подняты, проанализированы сотни тысяч бумаг от заявлений и справок до стенограмм телефонных переговоров. Они хранились в разных архивах, но соединенные вместе дали полную картину темной стороны Республики Коми, моментально высветились закулисные механизмы шантажа, угроз и вымогательств очень убедительных даже на непосвященный взгляд. Сегодня на скамье подсудимых по делу Юрия Пичугина находится 17 человек. Еще трое, заключившие досудебные соглашения, уже осуждены. Один скончался. Но нынешнее дело в отношении ОПС Пичугина лишь первое. Расследование очень многих его темных дел приостановлено из-за суда. Да и жизней на совести Пичугинских больше, работа следствия продолжается. Люди, увидевшие Пичугу на скамье подсудимых, теперь дают показания. А значит, история самого известного из славянских воров в законе пока не закончена. Это был канал Crime Time. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!